предисловие одна из самых важных вещей которые нужно понять о человеке состоит в том что человек спит он не просыпается даже когда думает что проснулся его пробуждение очень хрупко его пробуждение так крошечно что его вообще не стоит принимать во внимание его бодрствование только красивое но совершенно пустое название ты спишь ночью ты спишь днем с рождения до смерти ты продолжаешь переходить от одного образца сна к другому но никогда на самом деле не просыпаешься не дурачь себя тем что просыпаешься просто открыв глаза пока не открылись внутренние глаза пока ты не стал полным света пока не научился видеть самого себя видеть кто ты такой не думай что бодрствуешь это величайшая из иллюзий в которых живет человек и если ты предполагаешь что уже проснулся не может быть и речи о том чтобы приложить усилия и действительному пробуждению вот первое что должно глубоко просочиться в ваши сердца вы спите крепко спите день за днем вы спите и видите сны иногда сны снятся с открытыми глазами иногда закрытыми но вам снятся сны ты есть сон ты еще не реальность конечно во сне чтобы ты не делал это бессмысленно чтобы ты не думал это бесполезно чтобы ты не проецировал это остается частью твоего сна и никогда не позволяет тебе увидеть то что есть поэтому все будды настаивали только на одном проснись сознательно многие века все их учения может содержаться в одной единственной фразе будь пробужденным и они изобретали методы стратегии они создавали контексты пространство энергетические поля которых можно было бы шоковой терапии привести вас в осознанность да если только ты не подвергнешься шоку не будешь потрясен до самого основания ты не проснешься сон продолжался так долго что достиг самых корней твоего существа ты им пропитом каждая клетка твоего тела и каждый фибр твоего ума наполнились сном это не маленькое явление поэтому нужно огромное усилие чтобы быть бдительным чтобы быть внимательным чтобы быть наблюдательным чтобы стать свидетелем если бы все будды мира согласились в чем-то одном это было бы следующее человек какой он есть спит а человек каким он должен быть должен быть пробужденным пробуждение это цель и пробуждение это вкус всех их учений заратустра лаутзы иисус будда бахаудин кабир нанак все пробужденные учили только одному на разных языках в разных метафорах но песни их остается прежней точно как все моря соленые на вкус попробуешь ли ты морскую воду на севере или на юге вкус ее будет соленым так и пробуждение вкус природы буда но если ты будешь продолжать верить что уже пробужден то не приложишь никаких усилий тогда нет и речи о том чтобы приложить какие-то усилия зачем беспокоиться из своих снов вы создали религии богов молитвы ритуалы ваши боги настолько же остаются частью ваших снов как и что угодно другое ваша политика эта часть эта часть ваших снов ваши религии эта часть ваших снов ваша поэзия ваша живопись ваше искусство чтобы вы не делали поскольку вы спите то и делаете все согласно своему состоянию ума ваши боги не могут кто их создаст кто придаст им форму свет и облик их создаете вы их ваять и вы у них такие же глаза что и у вас такие же носы и точно такие же умы в ветхом завете бог говорит я очень ревнивый бог кто мог создать такого бога который ревнив бог не может быть ревнивом а если бог и ревнив что тогда плохого в ревности если даже бог ревнив почему вы должны думать что делаете что-то плохое испытывая ревность ревность божественно в ветхом завете бог говорит я очень гневный бог если вы не последуете моим заповедям я вас уничтожу вы будете навечно брошены в ад и поскольку я очень ревнивый говорит бог я не могу этого потерпеть кто создал такого бога должно быть из собственной ревности из собственного гнева вы создали такой образ это ваша проекция ваша тень это отражает вас и никого другого и то же самое со всеми богами всех религий именно из-за этого буду никогда не говорил о боге он говорил какой смысл говорить о боге с людьми которые спят они будут слушать во сне они будут видеть сны обо всем что им говорят они создадут собственных богов которые будут совершенно фальшивыми совершенно бессильными совершенно бессмысленными лучше чтобы таких богов вообще не было именно поэтому буду не заинтересован в том чтобы говорить о богах он заинтересован лишь в том, чтобы вас разбудить. Есть история о буддистском просветленном мастере, который сидел однажды вечером на берегу реки, наслаждаясь звуками воды, звуком ветра в кронах деревьев. К нему подошел человек и спросил, не мог бы ты в одном слове передать мне сущность своей религии? Этот мастер остался в молчан, в полном молчании, словно не слышал вопроса. Человек сказал, ты что, глухой? Я слышал твой вопрос и уже ответил на него. Ответ – молчание. Я остался в молчании, это пауза, этот интервал и были моим ответом. Человек сказал, я не могу понять такого таинственного ответа. Не мог бы ты высказать это немного яснее? И мастер написал на песке слово «медитация» пальцем, маленькими буквами. Человек сказал, теперь я могу прочитать, это немного лучше, чем в прошлый раз, по крайней мере, у меня. Есть слово, и я могу о нем размышлять. Но не мог бы ты высказать это еще немного яснее? Мастер написал снова «медитация». Конечно, теперь он написал буквами побольше. Человек почувствовал себя немного смущенным, озадаченным, обиженным, сердитым. Он сказал, снова ты пишешь «медитация». Неужели ты не можешь сказать мне яснее? И мастер написал большими, заглавными буквами медитация. Кажется, ты сумасшедший, сказал человек. Я уже достаточно далеко отошел от истины, сказал мастер. Первый. Ответ был правильным, второй не совсем правильным, третий еще более неправильным, а четвертый. Совершенно ошибочным, потому что, написав медитация заглавными буквами, обожествляешь ее. Именно поэтому Бог пишется с заглавной буквы. Каждый раз, когда ты хочешь сделать что-то высшим предельным, ты пишешь это слово с заглавной буквы. Мастер сказал. Я уже совершил грех. Он стер все эти слова и сказал. Пожалуйста, прислушайся к моему первому ответу, только в нем я был прав. Тишина – это место, в котором каждый пробуждается, в то время как хаос ума погружает в сон. И если ум твой все еще задает вопросы, значит, ты спишь. Сиди безмолвно, в тишине, когда. Ум исчезает, ты можешь услышать щебетание птиц, и никакой работы ума, полная тишина. Это. Пение птиц, щебетание, и никакой работы ума, внутреннее безмолвие, тогда пробуждение, приходит к тебе. Она не приходит извне, оно вырастает изнутри. В противном случае помни ты, спишь.